Итак, настало время получше взглянуть на Витрику, новый двуручный меч, ранее принадлежавший Стеклодуву. Получить чертёж этого меча можно, одержав победу над Стеклодувом, однако это актуально лишь для третьего сезона Ночной Волны. Пока что неизвестно, будет ли возможно получить данное оружие после завершения третьего сезона, ведь схватка с боссом открывается после завершения пятой сцены. Но предположу, что неким образом можно будет получить меч и после завершения сезона, как оно было с Кувалдой Волка и Потацистом. Для создания меча вам понадобятся обработанные материалы Деймоса. Чертежи для них можно купить у Отака. Однако для создания меча вам понадобится как минимум тринадцатый ранг мастерства. Что касается характеристик, то в целом всё очень даже ничего. Например, базовый урон у данного клинка – самый большой в данной категории. То же самое можно сказать и про шанс статуса. Всё это сопровождается хорошим критом – двадцать три процента с множителем 2.3. Также примечательно и то, что базовая длительность комбо составляет десять секунд, что в два раза больше нормы. Выявить недостатки этого меча можно при сравнении с Грэмом Прайм. Например, Витрика отстоит по криту. Плюс распределены физические типы урона почти равномерно, в то время как у Грэма Прайм имеется упор в разрез. Однако не всё так просто с Витрикой. Название меча предположительно связано с латинским словом Vitrum, что переводится как «стекло». Сам меч на стекло не похож, однако изначальный владелец меча оставил здесь свой след. Первый взмах мечом при полёте высвобождает снаряд, который покрывает врагов стеклом в радиусе 5 метров, таким образом замораживая цели на несколько секунд. Если же таких врагов атаковать ударом по земле, то получится взрыв, который заденет всех ближайших врагов в радиусе 6 метров. Однако урон уменьшается по мере того, как далеко от эпицентра находилась жертва. Эта особенность позволяет довольно неплохо зачищать толпы врагов за счёт сочетания вируса и разреза. К сожалению, на всех врагов это не работает, однако особых проблем это не должно вызывать. В сочетании с некой формой стяжки можно наблюдать хороший результат, однако стоит помнить, что любой урон по цели снимает стекло, потому можно пропустить возможность вызвать взрыв. Гарантировать не буду, что билд оптимальный для такого стиля игры, но в куэтовеки можно наконец поставить болевую точку вместо избытки. В итоге меч получился неплохой. Способность у него интересная и далеко не бесполезная, потому меч не стал лишь очередным двуручным клинком для прокачки в ранг. Хотя оружка только вышла, потому быть может, что разрабы захотят её изменить неким образом. Мне как минимум писали про то, что особенности меча можно пользоваться, находясь в разломе Лимбо, что вряд ли было предусмотрено. Однако, напишите-ка вы мне в комментах, что думаете насчёт меча. От меня же на этом всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока!